Переменным штрихом И арпеджио Для этого мы возьмем небольшой примерчик и поиграем его Здесь мы с вами будем обыгрывать ля минор Получается 12-8 На второй струне 10 И на третьей струне 9 Обратите внимание, что все играется переменным штрихом Очень строго Вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх Здесь у нас будет фраза состоять из шести нот То есть это обычная триоль Двойная триоль То есть можно сказать, что они как это секс-оль То есть если мы с вами будем играть под метроном То получится на один удар метроном Мы играем либо три звука Либо шесть звуков Вот Получается теперь по гармонии мы играем Здесь у нас опять уменьшенный арпеджио То есть мы строим его От 10 лада И постарайтесь сделать так, чтобы у вас, когда вы играете ноты Чтобы четвертый звук Точнее даже можно как сказать То есть если мы разделим эту фразу на шесть нот У нас получится раз-два-три, раз-два-три Дальше у нас следующая фраза будет Так вот у нас получается вниз-вверх-вниз Вверх-вниз-вверх И вот как раз первую ноточку Во второй половине Вы должны играть, будете ударом вверх Но постарайтесь сделать легкий акцент То есть раз-два-три 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 И фразы не гоняйте все Прямо от начала до конца Попробуйте взять для начала просто одну фразу И ее просто погонять Затем дальше следующая фраза уменьшена Дальше мы играем с вами арпеджио ля минора Обратите внимание на то, что пятый лад Мы с вами будем играть первым пальцем И первый пальчик у нас будет переходить С одной струны на другую Перекатываться И постарайтесь сыграть так, чтобы у вас давление пальца На грифе оставалось постоянно Чтобы у вас не было такого Чтобы пальчик не прыгал туда-сюда Чтобы вот у нас был вот так Раз-два-два-два-два И перекатываться Чтобы сила, которую вы держите гриф Она у вас оставалась здесь Затем играем с вами следующий аккорд Соль-мажор Здесь получается семь-три Здесь три на второй струне И четвертый лад на четвертой струне То есть мы сыграли туда и обратно И затем далее будет не совсем стандартная фраза Но она по-прежнему играется с экстольем То есть либо триолями, либо с экстольем В зависимости от того, как вы настроите себе метроном И как вы под него будете играть То есть у нас получается пятый лад Потом первый лад на первой струне Затем далее мы переходим на вторую струну И играем там две ноты Потом на первой струне снова играем третий лад Потом первый И опять снова две ноты на второй струне первого лада Потом на первой струне опять пять-один И снова две ноты на второй струне То есть у нас получилась фраза Затем мы с вами будем играть уменьшенное арпеджио от восьмого лада Здесь у нас получаются лады восьмой, пятый На второй струне седьмой И на третьей струне восьмой И затем последняя фраза у нас идет Это на второй струне получается девять, десять, двенадцать И переходим на первую струну И играем восемь, десять, одиннадцать И вот дальше мы должны по идее сыграть двенадцатый лад Двенадцатый лад это у нас получается как начало следующей половины Когда мы будем с вами играть за вторым разом То вместо ля минора вот здесь на пятом ладу Где мы брали с вами баррэ Мы будем с вами играть ля мажор То есть в чем будет разница Разница будет только здесь вот в пятом ладу Что вторая струна у вас будет не на пятом ладу Как мы ее играли баррэ А на шестом, то есть мы будем ее зажимать вторым пальцем То есть получится То есть вот мы сыграли и И затем прыгаем вот в такую арбеджу Это получается тринадцать восемь на первой струне На второй струне дальше восьмой лад И десятый лад на тридцать струне Соответственно туда и обратно мы сыграли Затем дальше играем абсолютно такой же ход Который мы с вами сейчас сыграли вот здесь Но только будет он у нас, мизинчик будет на двенадцатом ладу Первый палец на восьмом Затем дальше эту аппликатуру переставляем на следующий лад То есть получается тринадцатый лад мизинцем И первым пальцем десятый лад Здесь мы сыграли сначала не в ту сторону То есть не на убывание, а наоборот на возрастание То есть получается тринадцатый лад А потом пятнадцатый лад То есть получилось тринадцать десять И потом две ноты Потом пятнадцатый И затем мы с вами снова повторяем фразу Которую только-только в начале сделали Затем дальше мы играем с вами опять эту же фразу Которую сейчас только что мы с вами проиграли И вместо пятнадцатого лада мы уже на двенадцатый лад уходим А вот в тринадцатый лад мы с вами не возвращаемся А прыгаем на шестнадцатый И делаем потом подтяжку с шестнадцатого лада на полтона То есть получается вот последний ход я сейчас еще разочек сыграю Потом переходим вот в эту аппликатуру Там где у нас десятый лад и тринадцатый Теперь перепрыгиваю все лады Играю здесь шестнадцатый, здесь двенадцатый И подтяжка Ну в конце можно поставить аккорд Я надеюсь, что этот урок для вас будет полезен И вы извлечете для себя максимальную пользу Пока